Солдат подходит к командиру и говорит. Мне в отпуск надо, жена родить должна. Командир отпускает его. Через неделю солдат возвращается. И командир спрашивает. Ну, Петров, кто родился, сын или дочь? Тот подумал и отвечает. Через девять месяцев узнаем. Секретарша докладывает. У меня две новости, плохая и хорошая, с какой начать? Мужик посмотрел на нее и говорит. Давай с плохой. Секретарша рассказывает. Налоговая полиция арестовала счета. Последний контракт оказался липовым. Жена вам изменила с управляющим и требует раздела имущества. Рекетиры за долги захватили вашу квартиру. Босс загрустил и говорит. Ладно, давай хорошую. Секретарша радостна. У нас будет ребят. Милый. Муж будет пятилетнего сына в садик и говорит. Вставай, я поехал на работу. Жена заглядывает к ним и говорит. А я поехала в командировку. Сын, укутываясь посильнее в одеяло, отвечает. А я поехал спать. Полицейский останавливает джип, из него выходит водила. Полицейский ему сразу. Вы превысили скорость. Водила отвечает. Нет, у меня круиз-контроль 60 км в час, да и радара у вас нет. Полицейский продолжает. А ремень безопасности у вас не был пристегнут. Водила недовольна. Это же Линкольн навигатор. Машина не заведется, пока все не пристегнутся. Полицейский растеряно. А аптечка у вас какой комплектности? Тут опускается стекло с задней двери, высовывается огромная рожа и спрашивает. Родимый, а тебе че, хреново? Приходит мужик в роддом, а жена ему негритенка показывает. Помнишь, говорит, когда ты меня в роддом вез, нам дорогу черная кошка перебежала. Вот черный ребенок и родился. Тот пришел домой, рассказывает это все родителям. Отец слушал, слушал, потом спрашивает. Слышь, мать, когда я тебя в роддом вез, нам дорогу случайно осел не перебегал. Встречаются две одесситки. Первая спрашивает. Сара, как ты можешь так изменять своему мужу? Сара подумала и отвечает. Как и остальные? А что, ты знаешь другой способ? Жена, уходя в магазин, предупредила мужа. Будешь варить пельмени, кидая их в кастрюлю по одному, чтобы не слиплись. Когда вернулась, злой муж варил шестой пельмень. Приходит мужик в полицейский участок, а ему говорят. То, что украли у тебя кошелек, говорит только о том, что судьбе было угодно в данный момент не искушать тебя деньгами. Все, что не делается, все к лучшему. Мужик недоуменно отвечает. Простите, а у вас есть другой следователь. Женщина на лавочке. Мужчина подходит, подсаживается. Через некоторое время говорит. Вы, наверное, учительница. Девушка отвечает. Да. А как вы догадались? Мужчина продолжает. А у вас лицо глупое. Женщина обиделась. У вас тоже лицо глупое. Мужчина грустно. А я тоже учитель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова